Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня у нас очередной юбилей, 150 тысяч подписчиков, и поэтому сегодня мы немножко решили побаловаться. Ну, просто рассказать вам немножко о себе. А вот это мой сын Илья, и я не бабушка, а тот, кто говорит, что это мой внучок, знаете, это мой сын, который, в общем-то, с кого и начался наш канал. Вот, мне часто задают вопросы, какая музыка. Мне-то самой нравится в наше неспокойное время. Вот мы сейчас решили с Ильей на эту тему поговорить. Я вам скажу три трека, которые мне вот так вот хорошо заходят, ну, а Илья поделится своими треками, которые ему нравятся. Боюсь, я, если я что-то, может, он меня удивит чем-то. Ты меня чем-то удивишь? Не знаю. Не знаешь? Ну, ладно. Ну, в общем-то, короче, вот так. А, значит, из тех, что нравится мне, хочу сказать, что я очень люблю песенку «Бэль». «Бэль» – это вот, ты знаешь «Бэль»? Это из мюзикла «Интердам до пари». Нет, я такого не знаю. Ну, в общем, короче, у меня голоса нет, звук. Не знаю. Ничего нет. Ну, вот сейчас вот Илья включит, и мы его посмотрим. И для тех, кто не знает, вот посмотрите тоже. На втором месте моей душевности и того, что мне нравится, я люблю Трофима. И люблю его много треков, но вот мне как-то нравится вот «Снегири», допустим. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Знаешь такого про Трофима? Ну, что-то слышал. Ну, ужасно, что ты это не слышал. Ну, я не знаю, ничего ты хочешь. Вообще, там у него есть о чём послушать и что-нибудь, ну, как бы подумать о чём-то. Ну, и вот совсем новый трек, который только-что вышел, вот буквально, может быть, полгода, а даже, может быть, месяца три назад. Это Кристина Арбакайте «Пьяная», 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 «Пьяная». «Пьяная»? Ну, что-то там «Пьяная», «Пьяная вишня». «Пьяная вишня», «Пьяная» вышла, «Слово нас закрыт в лицо». Или что-то там в этом роде. Вот, вот мне вот особенно припев. Ну, настолько душевный, настолько. Вот это, собственно, я знаю, что это не ваш формат, я знаю, что вам это не нравится, но вы задавали такой вопрос, и вот, я вам открыла тайну. А сейчас нам Илья расскажет немного, что нравится ему. И приступим. В общем, из трёх мест, да, я так понимаю, ну, поэтому из трёх мест на третье место я бы поставил «Хаски». Ты что, с ума сошёл? За что ты любишь «Хаски»? «Хаски» я люблю за то, что, ну, во-первых, мне нравится такой стиль немножко «underground», можно сказать, такой пацанский немножко. Также его текста мне нравится. Мне не нравится, как он визжит, конечно, но вполне музыка хорошая, мне нравится. То есть смысл, смысл есть, прослеживается. Смысл, который я люблю. Я удивлена, сыну. Все время говорить, что Россия плохая. Ну, это не стоит так. Все время говорить, надо иногда и хвалить нашу родину-мать. Так, хорошо, что следующее? В втором месте я поставлю «Перекинезисы». Да, а он тебе за что нравится? Почему? Мне нравятся вообще его, то есть тоже текста, все-таки про молодость, про лихую молодость, про всё это, которое ты уже прошла. Поэтому тебе «Перекинезисы» не нравится. Почему мне нравится «Перекинезисы»? Не, ну он тебе нравится не так, как мне, мам. А, ну а так-то, знаешь ли, лихие девяностые, лихую молодость, в общем-то, было круто. Так, ну хорошо, и третий, самый лучший. На первое место я ставлю, конечно же, «Оксимирона». «Оксимирона», понятно. Ну, туда же и объяснять, да, уже нет? Ну да, ну, как бы мы тоже с тобой солидарны. Ну, а я знаю, что из моего времени у тебя тоже есть герой, и его музыка тебе нравится. Расскажи всем, кто это есть. Это ты про Виктора Цоя? Да. Ну, Виктор Цой, конечно же, это вот. Цой жив, как говорится. Музыка мне его нравится, очень хорошая музыка. Ну, вот чем она тебе нравится? Ну, всем она, если честно, мам, ты так меня предподносишь, как будто только я единственный Цой слушаю. Цой популярен до сих пор, и его все слушают. Ну, а я говорю, это была как раз моя молодость, это было, я не знаю, какой год Цой, но, в общем-то, это было где-то, до 30-ти мне было, однозначно. А вот, и, ну, мне Цой никогда не был интересен, настолько, вот, даже странно. Хотя, в общем-то, он такой тоже бунтарь был, и всегда вышел. И он был не такой, как все, выходил, и его слушали, но меня он не всегда трогал. Ну, раз Цой жив, значит, он очень талантлив. Ну, собственно, вот на этой печальной, а может быть, счастливой ноте, друзья мои, мы с вами прощаемся, до новых встреч. Пока! Пока! О, боже мой, как же это тяжело! Просто я становлюсь каким-то другим, я только выключаю. Ты слышал, ты слышал, мой, мне стыдно. Ты вот это вот не вырезай.